Привет, мои дорогие! Рада видеть вас сегодня. И сегодня мы разберём с вами очень интересную тему. Я думаю, тема будет актуальна для многих возрастов, а именно «Как перехитрить старость». Этим вопросом задавался когда-нибудь каждый из нас. И молодой человек, женщина, мужчина, и уже, соответственно, после 40, после 50 и далее. Для нас это очень важно – оставаться молодым, особенно для женщин. Женщины долго не хотят стареть, хотят прекрасно выглядеть. Что же для этого нужно сделать? Как мы с вами можем перехитрить старость? Давайте сегодня об этом поговорим. Ну, во-первых, самый главный, самый первый совет – не стоит объедаться. То есть не стоит много есть. Две с половиной тысячи калорий, которые как бы должен человек взрослый есть в норме, нужно сократить до полутора тысяч калорий. Потому что чем вы меньше едите, когда есть чувство такого немножко голодания, немножко, соответственно, клетки обновляются гораздо-гораздо быстрее. И поэтому меньше идёт предрасположенности к каким-то заболеваниям, инфекциям, вирусам и так далее. Это очень-очень важно. Второе – меню. Обязательно следите за тем, чем вы питаетесь. Если мы говорим про молодых девушек, то после 30 лет, конечно, уже следует есть больше орехов по печени, так как появляются, начинают первые морщинки. У кого-то даже достаточно раньше. Когда мы говорим про уже возраст к 50 годам, здесь нам, конечно, нужен кальций в больших количествах. Поэтому здесь мы будем налегать на продукты, содержащие кальций. Это тоже очень важно. Если мы говорим про мужчин, то, конечно, должен быть и селен, так как он способствует уменьшению стрессов. Конечно, в пищу добавлять магний, который также снимает вот такое сильное напряжение. И, конечно, не забываем, что после 50 в рационе всегда должны быть морские продукты, рыба и так далее. Потому что это крайне важно. Это огромный залог тех витаминов, микроэлементов, которые нам необходимы. Третий момент. Обязательно занимайтесь любимым делом. Не стоит, даже если у вас есть возможность не работать, займитесь любимым делом. Пусть вы будете там мало работать, но тем не менее это должна быть обязательно занятость, это должна быть обязательно работа. И крайне важно, чтобы это все вы развивались обязательно. У вас был коллектив, вы про это никогда не забывали. И поверьте, вот когда человек работает в достаточно уже большом возрасте, он лучше выглядит, он лучше за собой следит, так как он приходит в коллектив, он общается с людьми. То есть он намного лучше себя в целом чувствует. Это очень важно. Может быть, это будет какое-то хобби, что сейчас действительно в крупных городах есть различные, так сказать, клубы, когда люди там собираются по интересам, танцуют, или там какими-то упражнениями занимаются. То есть это должен быть любой вид, но главное, чтобы вы не только сидели дома. Четвертый пункт очень важный. Это, конечно, любовь. Безусловно, каждый человек должен найти себе спутника, потому что когда появляется человек рядом, появляются эндорфины, самочувствие лучше, настроение лучше. И, конечно, это все тормозит процессы старения. Это крайне важно найти человека, с которым вам будет хорошо, и с которым вам будет комфортно, и дольше из этого вы не будете стареть. Пятый момент – это больше двигайтесь. То есть, конечно, обязательно нужно двигаться. И уже многократно доказано, что практически 8 минут обычно легкой зарядки, даже в обычной комнате, никаких-то тяжелых упражнений, значительно тормозит признаки старения и вырабатывает гормоны роста, которые намного хуже вырабатываются уже после 30 лет. Это очень важно. Следующий, шестой пунктик – спите в прохладной комнате. Доказано, что если вы будете спать при температуре 17-18 градусов, то они в жарком месте, то тормозятся процессы старения, увеличивается, обмен веществ ускоряется, и дольше вы остаетесь молодыми и красивыми. Вы наверняка слышали, что многие звезды сферы шоу-бизнеса действительно вот про это говорят. Я уже неоднократно про это слышала, что надо вот спать, чтобы было прямо прохладно. Для того, и вот поверьте, когда вы спите в прохладном месте, то есть попробуйте, обязательно вы встаете, у вас лучшее настроение, вы лучше себя чувствуете, вы лучше выглядите. Вот эта вся опухлость, да, с лица спадает. То есть действительно это очень хорошо работает. Дальше, следующий пункт – обязательно не забывайте о себе, обязательно себя балуйте. Даже если вам захотелось какое-нибудь пирожное, вы знаете, что вам категорически нельзя съесть это пирожное. Иногда можно. То есть обязательно себя балуйте. То есть это может быть разное. Что-то купить, что-то скушать, куда-то съездить, что-то сделать. Не забывайте про это, потому что чем вы лучше поддерживаете свое тело, чем вы лучше поддерживаете свой организм, соответственно, тем он лучше будет к вам отзываться, и замедляются процессы старения. Это, конечно же, очень-очень для нас важно. И последний пункт – это, конечно, нужно тренировать свою память, тренировать свой ум. Обязательно разгадывайте кроссворды, занимайтесь иностранными языками, учите стихи, что вам нравится. Может, какие-то задачки, примеры решайте. Это крайне важно для того, чтобы профилактировать различные проблемы с памятью и так далее. Это очень важно. Поэтому всегда судоку, кроссворды, сканворды, стихи, что угодно, но обязательно нужно тренировать, тренировать память, чтобы все запоминать и оставаться молодым и красивым. Какими советами поделитесь вы? Действительно очень интересно. Пишите в комментариях. Будем читать, будем пробовать, будем использовать. Обязательно, кто чем пользуется. Может, кто-то что-то рекомендует употреблять в пищу больше. Очень интересно. Пишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И мы с вами обязательно обсудим эту тему.